Встреча Ничего никому не объясняя, я распорядился остановить штабной теплоход недалеко от того места, где в прошлом году произошла встреча со стариками. Один на небольшом катере добрался до поселка. Капитану теплохода приказал идти по коммерческому маршруту дальше. Я надеялся с помощью местных жителей разыскать двух стариков, увидеть своими глазами звенящий кедр и обсудить с ними наиболее дешевый способ его доставки на теплоход. Привязав к камню катер, я хотел направиться к одному из ближайших домиков, но увидел стоящую на косогоре одинокую женщину и пошел к ней. Женщина была одета в старенькую телогрейку, длинную юбку и обута в глубокие резиновые калоши. Таких ходят многие жители северной глубинки осенью и весной. На голове у женщины платок повязаны так, что полностью закрывал и лоб, и шею. Трудно было определить, сколько этой женщине лет. Я поздоровался с ней и рассказал о двух стариках, с которыми встречался здесь в прошлом году. А она в ответ «С тобой, Владимир, в прошлом году разговаривали мои дедушка и прадедушка». Я удивился. Голос у женщины был молодой, дикция очень четко, говорила сразу на «ты» и еще имя назвала мое. Я не мог вспомнить имена стариков и вообще знакомились ли мы с ними. Подумал. Наверное, знакомились, раз она называет меня по имени. Решив с ней тоже перейти на «ты», спросил. «А как тебя зовут?» «Анастасия», — ответила женщина и протянула в мою сторону руку ладонью вниз, словно для поцелуя. Этот жест деревенской женщины в телогрейке и калошах, стоящей на пустынном берегу и старающейся вести себя, словно светская дама, рассмешил меня. Я пожал ее руку, целовать, конечно, не стал. Анастасия смущенно улыбнулась и предложила пойти с ней в тайгу туда, где живет их семья. «Только идти туда нужно, по тайге, 25 километров. Тебя это не смущает, Владимир?» «Далековато, конечно. А кедр, звенящий, ты мне сможешь показать?» «Смогу. Ты все о нем знаешь. Расскажешь мне?» «Расскажу то, что знаю. Тогда пойдем». По дороге Анастасия рассказывала, что их семья, их род из поколения в поколение живет в кедровом лесу. По словам ее предков, на протяжении тысячелетий, с людьми нашего цивилизованного общества в непосредственный контакт вступают очень редко. Эти контакты происходят не в местах их постоянного проживания, а когда они приходят сами в селения под видом охотников или жителей как бы из другого отдаленного населенного пункта. Сама Анастасия, по ее словам, была в двух городах – Томске и Москве – всего по одному дню. Не ночевала даже. Ей хотелось посмотреть, как она говорит, не ошибается ли она в своих представлениях об образе жизни людей из города. Я спрашивал, как она вообще смогла добраться и где взяла деньги, документы. Она ответила, продавая ягоды и сушеные грибы, она накопила деньги для поездки. Какая-то местная деревенская женщина дала ей свой паспорт. Идею деда и прадеда раздать целебный звенящий кедр многим людям Анастасия не одобряет. На вопрос, почему, она отвечала, что его кусочки разойдутся как среди хороших, так и среди плохое творящих людей. Скорее всего, кусочки будут захвачены в своем большинстве отрицательными людьми. В итоге, они могут принести больше вреда, чем пользы. Главное, по ее мнению, помогать хорошему. И людям, через которых хорошее вершится. Помогая всем, дисбаланс добра и зла не изменить. Он останется прежним или ухудшится. После встречи с сибирскими стариками, я просмотрел научно-популярную литературу. Ряд исторических и научных трудов, в которых говорилось о необычных свойствах кедра. Теперь я старался вникнуть и понять то, что говорила Анастасия о образе жизни людей-кедрача. И думал, на что это похоже. Я сравнивал их с семьей Лыковых. Известный, думаю, многим по публикациям Василия Пескова. Он писал о семье, которая так же много лет живет в тайге. О них писалось в газете «Комсомольская правда» под заголовком «Таежный тупик». Рассказывалось в телевизионных передачах. У меня сложилось впечатление о Лыковых, как о людях, неплохо знающих природу, но темных, в смысле знаний, понимания нашей современной цивилизованной жизни. Здесь была иная ситуация. Анастасия производила впечатление человека, прекрасно разбирающегося в нашей жизни и еще в чем-то, мне не совсем понятным. Она легко, свободно рассуждала о нашей городской жизни. Она знала ее. Мы прошли, углубившись в лес, километров пять, и остановились для отдыха. Она сняла с себя телогрейку, платок, длинную юбку и положила их в дупло дерева, оставшись в коротком, легком платьице. И тут я был поражен увиденным. Если бы верил в чудеса, то отнес бы произошедшее к разряду перевоплощения. Передо мной предстала очень молодая женщина с длинными золотистыми волосами и великолепнейшей фигурой. Ее красота была необычна. Трудно было представить, кто из красавиц, побеждавших на самых престижных конкурсах красоты, мог бы соперничать с ней по внешнему виду и, как потом выяснилось, по интеллекту. Все в этой таежнице было влекущим и завораживающим. «Ты, наверное, устал?» – спросила Анастасия. «Хочешь отдохнуть?» Мы присели прямо на траву. Я смог ближе рассмотреть ее лицо. Никакой косметики, правильные черты, холеная кожа, совсем не похожая на обветренные лица жителей сибирской глубинки. Большие, добрые, серо-голубые глаза и слегка улыбающиеся губы. Она была одета в легкое, короткое платьице, чем-то похожее на ночную рубашку. Но складывалось впечатление, что телу ее не было холодно, несмотря на то, что тогда было 12-15 градусов тепла. Я решил перекусить. Достал из сумки бутерброды, плоскую бутылку с хорошим коньяком, предложил выпить Анастасии. Но она о коньяк пить отказалась и есть со мной тоже почему-то не стала. Пока я закусывал, Анастасия лежала на траве, блаженно закрыв глаза и как бы предоставляла ласкать себя лучам солнца. Они отражались золотистым светом в ее повернутых кверху ладонях. Она была прекрасна и полуобнажена. Я смотрел на нее и думал, ну, зачем женщины во все времена до предела оголяют то свои ноги, то грудь, то все сразу, с помощью мини и декольте? Разве не для того, чтобы взывать к окружающим мужчинам? Смотри, как я прелестно, как открыто и доступно. И что тогда остается делать мужчине? Противостоять своей плотской страсти, тем самым унижая женщину своим невниманием. Или оказывать ей знаки внимания и нарушать закон, данный Богом. Когда я закончил закусывать, спросил. Анастасия, ты не боишься ходить по тайге одна? Мне тут бояться нечего, ответила Анастасия. Интересно, а как бы ты защищалась, встретившись с двумя-тремя мужиками, геологами или охотниками? Она не ответила, лишь улыбнулась. Я подумал, каким образом эта молодая красавица, такая необыкновенно соблазнительная, может никого и ничего не бояться. За то, что произошло в дальнейшем, мне неловко до сих пор. Я обнял ее за плечи и привлек к себе. Она не сильно сопротивлялась, хотя в ее вопругом теле чувствовалась немалая сила. Однако ничего с ней сделать я не смог. Последнее, что я помню перед тем, как потерял сознание, — ею произнесенные слова. Не надо, успокойся. И еще перед этим помню, как вдруг охватил меня невероятной силы страх. Страх непонятно чего. Как бывает в детстве, когда находишься дома совсем один и чего-то боишься. Когда я очнулся, она стояла передо мной на коленях. Одна рука ее лежала у меня на груди, второй махала кому-то вверху и по сторонам. Она улыбалась, но не мне. Оказалось, кому-то, кто невидимо окружал нас или находился над нами. Анастасия словно показывала своим жестом, своему невидимому другу, что ничего плохого с ней не происходит. Потом она спокойно и ласково посмотрела мне в глаза. Произнесла. — Успокойся, Владимир, все уже прошло. — Ну что это было? — спросил я. — Невосприятие гармонии твоего отношения ко мне, возникшего в тебе желания. Ты сам потом сможешь во всем разобраться. — Причем тут какая-то гармония? Это же ты. Только ты сама стала сопротивляться. И я тоже не восприняла. Мне было неприятно. Я сел. Пододвинул к себе сумку. — Ну надо же! Не восприняла она. Неприятно ей. Да вы, женщины, только и делаете все, чтобы соблазнить. Ноги свои оголяете, грудь выставляете, на шпильках ходите. Высказывал я свои соображения Анастасии. Неудобно ходить на шпильках. А вы ходите. И виляете всякими своими прелестями. А как чуть что? Ах, мне это не надо. Я не такая. А для чего тогда виляете? Лицемерие это. Я предприниматель. Разных вас повидал. Все вы одного хотите. Только ломаетесь по-разному. Ты вот для чего сняла верхнюю одежду. Не жарко ведь. Потом еще легла тут. Замолчала. Да еще улыбалась так. В одежде мне неудобно, Владимир. Я ее надеваю, когда из леса выхожу. К людям. Чтобы так все выглядеть. Под солнышко легла. Отдохнуть. Не мешать, пока ты ел. Не мешать хотела. Да помешала. Анастасия опустила глаза и ответила. Ты прости меня, пожалуйста, Владимир. Конечно, прав ты в том, что каждой женщине хочется, чтобы на нее обращали внимание мужчины. Но не только на ноги и грудь. Хочется, чтобы не прошел мимо тот единственный, который сможет увидеть большее. Но здесь-то никто рядом не проходил. И что это такое большее нужно видеть, если на первом плане ноги? Какие-то вы, женщины, нелогичные. Да. К сожалению, иногда так оно и получается, ответила Анастасия. Может быть, мы пойдем дальше, Владимир? Ты уже закончил кушать? Отдохнул? У меня мелькнула мысль, стоит ли идти дальше с такой философичной и дикой. Но я сказал, ладно, пойдем.